Привет! В эту субботу в Москве состоялся самый массовый несогласованный митинг, ну где-то со времен Чистых Прудов, которые были еще до Болотной, а это, страшно подумать, почти 8 лет. Сколько участников было на Тверской, а затем на других центральных улицах Москвы, посчитать толком никто так и не смог. Сначала полиция говорила о трех с половиной тысячах, затем в протоколах писала уже 10, и это при том, что в МВД цифры всегда занижают раза в 2-3. Да и на самом деле это не так важно. Что нам делать с этой цифрой? Размахивать ей как красным флагом гораздо важнее те беспрецедентные меры, на которые пошла власть, чтобы этот протест подавить. И я сейчас говорю даже не о ставших уже привычными дубинках ОМОНа, а о прелюдии к этому. Потому что наше государство насильник с извращениями, который больше хвастается, чем реально что-то делает, поэтому прелюдия для него гораздо более важная часть. И вот чего нам только не рассказывали перед митингом, чтобы запугать, перебрали все человеческие страхи, чтобы на митинг никто не пришел. А самая главная страшилка была, знаете какая, что всех людей моложе 27 лет отправят в армию, а старше 27 лет на военные сборы. То есть в обычных странах армия нужна, чтобы пугать другие государства, и только в нашей стране ей пугают собственных граждан. Ну и наверное не стоит даже говорить, сколько людей из почти полутора тысяч задержанных отправят в армию прямо из ОВД. Их количество равно нулю, потому что призыв закончился 15 июля, ну то есть это страшилка для совсем уж дурачков. Интересно, что при этом через телеграм-каналы пугали танками, которые подъезжают к Москве. Хорошая была бы схема перед митингом забрать протестующего в армию, посадить на танк и отправить на Тверскую. Кроме призыва в армию пугали и уголовной статьей. Правда на момент записи ролика в деле о давлении на избирательную комиссию нет ни одного обвиняемого, только куча свидетелей муниципальных депутатов. По какому-то странному закону у свидетелей можно проводить обыски, причем по ночам. Правда улов с этих обысков небольшой, какие-то старые флешки и тетрадки, а у Яшина изъяли книгу «Неисчислимы преступления режима». В общем это такие обыски для Твиттера, чтобы перед митингом еще больше все испугались, правда и это не сработало. Но страшилок у властей были полные карманы и на этом они не закончились. Несчастных кандидатов, прости господи, депутаты Мосгордумы решили проверить на связь с западными странами и подключили для этого ФСБ. Я просто представляю, как собираются лидеры стран НАТО и такие, как бы нам уничтожить Россию, а давайте сберем Янкаускаса в городскую думу. С тем же успехом к делу можно было подключить уфологов, нет ли тут попыток влияния со стороны иноземных цивилизаций. А то попадет Яшину Мосгордуму, скинет с себя человеческое обличие и будет нажимать на кнопочки клешней, голосуя за установку лавочки в Бутово. Или можно подключить к расследованию медиума, чтобы он точно мог определить, какое древнее зло пробудилось в Москве. Хотя, судя по ночным обыскам, допросам и арестам, это и так понятно. Мне кажется, что все это история о мальчике, который кричал волки. Если в ближайшие пару дней хотя бы половину задержанных не закатают по уголовке, то в эти страшилки уже больше никто не поверит. Только вот боюсь, у нашей полиции на дело с сотнями подозреваемых не хватит ни силы воли, ни компетенции. Но все-таки самое страшное, и об этом обязательно нужно сказать напоследок, действительно случилось уже во время митинга. Член Совета по правам человека при президенте Екатерина Винокурова пишет, самое ужасное в эти дни получать смс от друзей, которые не смогли пожрать в ресторане в Столешниковом переулке и теперь не знают, что им делать. Действительно, сложно себе представить что-то еще более ужасное. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайтесь на наш канал, а также, пожалуйста, не забывайте нам ставить лайки под роликом. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока! Увидимся через неделю!